МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о концепции проекта. Как это будет выглядеть на практике? Ну, концепция проекта продиктована вообще нашим временем. То есть вот в отличие от всех существующих учебных заведений, эта концепция принципиально другая. То есть что мы привыкли с вами подразумевать под учебным заведением? Это, как правило, здание, куда приходят дети, взрослые, куда приходят преподаватели, и там осуществляется обмен знаниями. В настоящее время, ну, ни для кого не секрет, если я скажу, что онлайн-образование и те средства, которые дает интернет и связь со всем миром, ну, принципиально изменят образовательную систему. И есть даже такая гипотеза, я лично в нее верю, что лет через 30 или 40, в принципе, классическая система образования, в принципе, перестанет существовать. То есть если мы посмотрим на суть процесса, то передача знаний — это контакт человека с человеком. А здание, вот это все, это нагрузка, которая утяжеляет проект, делает его дороже в разы, но фактически косвенно участвует в образовательном процессе. Поэтому вот эта новая система, она как раз нацелена на то, чтобы найти вот этот компромисс между тем, каким образование должно быть, и максимально быстро его интегрировать в нашу сложившуюся систему. Это не будет какое-то конкретное здание, новый учебный комплекс какой-то. Это будет система, которая свяжет людей, которые хотят учиться, и организации, которые обладают вот этим знанием, как научить новому, востребованному, исключительно профессиональному навыку. То есть это будет на базе каких-то учебных заведений или онлайн-формат? Значит, мы в этом году запускаем первую очередь, которая будет состоять из процесса переподготовки специалистов IT-отрасли. Мы начали с IT, потому что рынок IT-специалистов ярко выражен и сильно дефицитен. По нашим оценкам, на сегодняшний момент в Рязанской области не хватает около двух тысяч квалифицированных IT-специалистов. Причем разные квалификации. Это не только высококлассные программисты, это в то же время и, может быть, начинающие программисты, которые просто умеют заниматься сайтами или продвижением. Их тоже не хватает. И именно на покрытие вот этой ярко выраженной потребности направлен наш первый шаг. Стоит задача научиться готовить в год дополнительно тысячи человек. В настоящий момент порядка 400, ну, может быть, даже 600, если считать среднее учебное заведение новых специалистов по IT-компетенциям появляется. Но это крайне мало. Как я сказал уже, дефицит специалистов ярко выраженный. Мы проводили несколько конференций с работодателями и совместно определили, что если бы было бы сейчас на рынке 2000 человек, то они бы очень быстро нашли работу. Причем надо сказать, почему IT, опять же. Потому что это на сегодняшний момент самый высокооплачиваемый сегмент рынка. Он исключительно растет. И мы понимаем, что и в пятилетней, и в десятилетней перспективе нам будет необходимо все больше и больше специалистов разных компетенций в сфере IT. Именно поэтому мы стартуем с этой позиции. Дальше количество новых профессиональных сегментов может увеличиваться. Но это пока следующие шаги. Я отвечаю исключительно за IT-направление. Если говорить об этом проекте, он все-таки будет в онлайн или в оффлайн формате? Как конкретно будет устроен этот проект? У нас в течение года мы искали образовательного партнера. Как я уже сказал, очень важно, чтобы образовательная организация понимала, чему нужно учить, какие знания, профессиональные навыки на сегодняшний момент самые востребованные. Мы остановились на партнере. Это группа компаний Mail.ru. У них есть корпоративный университет, который в настоящее время занимается подготовкой, у них написано на сайте порядка трех миллионов человек в той или иной степени проходят переподготовку с использованием их учебного сервиса. В настоящее время мы с ними находимся в процессе соглашения, и мы будем использовать их базу курсов, потому что мы поняли, что у них она самая актуальна. они четко понимают, что нужно рынку труда в плане IT-специалистов, и у них очень широкий набор программ. Как это будет? Всем желающим мы предоставляем возможность получить несколько бесплатных образовательных курсов, которые есть. фиксируем, как у человека получается, считаем его интерес, считаем его успехи. Если он показывает действительно свои возможности развития как IT-специалиста, мы ему предлагаем уже более качественное 3-6-месячное образование. На первом этапе вся преподавательская деятельность осуществляется исключительно специалистами, ну, московскими специалистами компаний МЭЛРУ. У нас есть договоренность, что в течение года полутора мы подготовим свою собственную преподавательскую базу, и тогда у нас контакт между студентом и преподавателем, ну, естественно, будет теснее, качество образования повысится. Сейчас кто может стать участником? Есть ли какие-то входные требования, может быть, экзамены или как-то нужно подтвердить квалификацию? Ну, как я уже сказал, система открыта всем желающим. Это могут быть школьники, это могут быть студенты, это могут быть взрослые или даже пенсионеры. В силу того, что система готовит разноуровневых специалистов, потому что и на старте тоже люди с разным уровнем приходят, то есть в систему может войти высококлассный программист, которому не хватает 2-3 курса сугубо профессиональных, и он эти 2-3 курса может получить, соответственно, там расширить свои профессиональные компетенции и найти более высокооплачиваемую работу. Туда может прийти также человек, который имеет совершенно начальное представление о знаниях. Как правило, вот эти вот легкие курсы, они бесплатные, они не такие объемные, это может быть 10, может быть 20 часов, это как раз возможность человеку себя проверить, во-первых, понять, насколько это мне понятно. Если у человека появляются ярко выраженные интересы, он сразу понимает, да, это то, о чем я мечтал всегда, то, конечно, мы сразу переходим на следующую стадию. Если нет, то нас интересует любой подъем IT-компетенции, любой, да, то есть неважно, с какой стадии знания человек заходит, если он делает следующий шаг, прослушав 20-часовую курс, там, или там 15-часовой курс, это все равно плюс. Поэтому мы считаем, мы не ограничиваем на входе соискателей, то есть каждый может себя попробовать и повысить свои компетенции. То есть я правильно понимаю, что гуманитарное образование тоже может быть первым шагом для ваших курсов? Да, вы знаете, для гуманитарного образования, как сейчас считается, это, в общем-то, в некоторых случаях даже преимущество. Потому что, если мы возьмем всю сферу IT-специалистов, непосредственно людей, которые занимаются прям кодом, их немного, ну, может быть, 15-20%. Все остальные – это сопутствующие сферы, да, то есть это, я не знаю, там, работа по созданию сайтов, по продвижению, кстати, вот работа с искусственным интеллектом, она вообще требует гуманитарных знаний, да, то есть учить компьютер, распознавать речь, понимать смысл. Мы в этом году провели небольшой эксперимент, когда готовили форум «Цифровая трансформация» в марте. Вот мы со студентами Рязанского университета, Государственного университета сделали проект, потом его показали на питерском форуме. Мы научили машину отвечать на вопросы граждан, да, и вот используя большое количество ответов губернатора на вопросы, мы даже попытались сделать там цифрового двойника, и это даже получилось, в принципе, неплохо. На питерском форуме наш цифровой двойник губернатора, ну, реально вызвал очень большой интерес, потому что это было очень необычно. Ну, вы же понимаете, что люди, как правило, задают одни и те же вопросы, да, то есть если мы там посмотрим, то есть мы перебрали порядка четырех тысяч вопросов и поняли, что там порядка ста – это, ну, как бы, вот самые вероятные, да, которые, как правило, покрывают любые интересы. Ну, и, соответственно, вот создали такой продукт, вот в том числе с участием студентов в РГУ. Какие сейчас задачи будут стоять перед выпускниками программы или ждет ли их какой-то квалификационный экзамен? Да, да, почему в том числе, почему мы выбрали Mail.ru? У них очень хорошая система тестирования, вот, как входного знания, так и выходного. Соответственно, выстроена шкала, то есть несколько уровней по каждому направлению, и фактически они оцифровывают очень хорошо квалификацию человека. С другой стороны, у них очень обширные связи с реальным IT-бизнесом. Они понимают, как этого специалиста надо, условно говоря, продать работодателю, да, то есть, вот, соответственно, вот это знание, полученное, ну, с помощью обучения трех миллионов человек, конечно, это большого стоит. Мы надеемся почувствовать вот как раз все преимущества от работы с таким квалифицированным учебным заведением. Начнем мы предварительно в декабре вот эти программы продвигать. В первую очередь мы хотим охватить все наши средние специальные учебные заведения, колледжи. Это порядка 10 тысяч молодых людей. То есть, на наш взгляд, это самая правильная публика для старта этой программы, потому что люди молодые, люди чаще всего себя еще не нашли. Куда они смогут потом пойти работать? Есть ли уже какие-то договоренности? Главная особенность этого учебного заведения состоит в том, что они фактически гарантируют трудоустройство. Ну, за счет чего это делается? Ну, во-первых, за счет большого опыта. Ну, и, наверное, они все-таки не берут на учебу людей, у которых не получится, да, то есть, видимо, они там научились это дело определять. Вот, поэтому этот же принцип мы тоже хотим полностью спроецировать у нас в области. В настоящее время мы ведем переговоры практически со всеми компаниями, которые в IT-сфере, которые заинтересованы в новых кадрах. У нас на этой неделе запланирована конференция, значит, целью которой как раз выявить физически именно те компетенции, которые требуются вот конкретно этой компании, конкретно этой компании, конкретно этой компании. То есть, мы сейчас находимся как раз в стадии формирования задания для образовательного учреждения, что, на мой взгляд, очень важно, да, то есть, мы подходим к этому процессу как в фабрике. Все-таки можно что угодно говорить там о социальной значимости проекта, еще чего-то, но все-таки, прежде всего, образовательный институт – это фабрика, которая берет полуфабрикат, доготавливает его и готовит готового специалиста, выпускает готового специалиста, гарантированного, востребованного работодателем. Вот к этому процессу мы относимся так, поэтому понять спрос, понять, что конкретно нужно нашим работодателям – это главная задача. Без ответа на эти вопросы все остальное, в общем-то, потеряется. То есть, это такая новая ступень образования, когда вы готовите специалиста под нужды конкретного предприятия? Ну, не совсем так. Мы выявляем нужды конкретного предприятия, их публикуем на портале, который занимается как раз распространением этих образовательных услуг, а дальше человек, понимая, где он сейчас находится, пройдя какое-то тестирование, он видит точку, условно говоря, требуется работник в компанию Сбертех с такими-то данными, с такой-то зарплатой. То есть, он видит, сколько ему необходимо еще набрать знаний, тут же калькулятор, сколько это по времени, сколько это по часам, сколько это по деньгам. И дальше он принимает решение, да, я готов идти туда или не готов. Соответственно, он может найти какие-то промежуточные пути. Условно говоря, давайте я лучше три месяца сейчас, за три месяца наберу таких-таких компетенций, получу промежуточную работу, поработаю немного, потом пойдет полгода, еще подучусь, ну и так далее. То есть, может быть, такая многоступенчатая система. Но в любом случае это принцип, когда человек сам принимает решение. Я беру этот курс, потому что, да, я беру этот курс, потому что я хочу сменить работу, сделать следующий шаг в своей карьере, вот и мне нужно, опять, система мне рекомендует, да, с моим начальным набором знаний получить дополнительные какие-то курсы, и тогда я смогу претендовать на новые, невозможные в текущий момент для себя вакансии. Вот, это тоже очень важно. Это принцип, когда человек сам занимается своим образованием, да, он менеджер образовательный, да, то есть мы в том числе убираем посредника, который может его, ну, как-то неправильно сориентировать. Спасибо вам большое за интересную беседу, что пришли к нам в студию. Удачи в реализации такого прекрасного проекта. Нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас был Игорь Горских. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова